Ребята, всем привет! Меня зовут Настя, и в конце девятого класса я начала вести свой YouTube и Telegram канал, тематика которых плотно связана с учебой и подготовкой к ЕГЭ. Когда я только начинала, стадии блоги были не такими популярными, а сейчас очень сложно встретить человека, который не ведет подобного рода канал. И возникает вопрос, как же с таким огромным количеством каналов начать продвигать свой канал с нуля, как набрать живую и общительную аудиторию? Для того, чтобы ответить на этот вопрос, я решила провести небольшой эксперимент. В сумме я потрачу 10 тысяч рублей на рекламу в Telegram, и мы посмотрим, сколько людей придет на мой канал. В конце, основываясь на результатах нашего эксперимента, я отвечу на ваши вопросы, которые вы задавали мне в моем Telegram канале по поводу того, как начать развитие своего канала и так далее. Поэтому видео обещает быть очень интересным, давайте не будем затягивать и начнем. На приход аудитории с рекламного поста играет множество факторов. Например, наполнение вашего канала, соответствие вашего канала тому тексту, который вы написали в рекламном посте. Также влияет количество подписчиков, которые у вас есть на исходном уровне, потому что да, когда подписчиков много, люди охотнее подписываются, потому что мы смотрим на эти большие цифры, больше доверяем этому человеку, и, возможно, считаем его более популярным, больше хотим подписаться на него. Но, ребята, определенно, существуют исключения, и, конечно же, если вы начнете развивать свой канал с нуля, к вам будут приходить люди. Просто, возможно, не в таком большом количестве, и это нормально, вы только начинаете свой путь. Также влияет ваша близость с аудиторией, отвечаете ли вы на комментарии, поддерживаете ли контакт с аудиторией. Я составила свой рекламный пост, в котором осветила все основные аспекты, которые вы можете увидеть в моем Telegram канале. Ну, во-первых, я поздоровалась, базовые принципы уважения, рассказала, как меня зовут, чтобы человек сразу понимал, как ко мне обращаться, сказал, что я в одиннадцатом классе, что я сдаю ЕГЭ в этом году, также перечислила предметы, которые я сдаю в профильную математику, биологию, химию, то есть тоже русский, не булем. То есть тоже человек, когда приходит на мой канал, понимает, что он увидит, и, соответственно, его ожидания реально совпадают, и не разочаровываются, что приводит к подписке. Дальше я вкратце описываю, что можно увидеть в целом на моем канале. Я рассказываю про свою жизнь, подготовку к ЕГЭ, мотивирую ребят на эту подготовку и делюсь результатами пробников. Также вношу некоторую ясность, почему я сдаю четыре предмета, что вообще происходило в моей жизни. Я говорю о том, что в десятом классе я передумала поступать в мед, решила поступать на биофак, из-за чего произошло вот это вот изменение моих предметов. Также говорю плюсы, которые можно увидеть в моем канале, это то, что я занимаюсь практически по всем предметам в разных онлайн-школах, поэтому многое могу посоветовать, порекомендовать и рассказать. Ну и такой небольшой плюсик, я веду YouTube-канал, в котором можно посмотреть интересные стадии влоги, ну или вот такие вот видео, где человек зачем-то тратит 10 тысяч рублей. Ну что, после того, как я составила этот прекрасный пост, я списалась с большим количеством блогеров. Были люди, которые в целом не отвечали мне по поводу сотрудничества, хотя это сотрудничество они предлагали. Ну ладно, они потеряли такого прекрасного рекламодателя. Эх. На наш бюджет у меня получилось купить 4 рекламы у разных блогеров, и давайте я расскажу, как же все-таки прошла вся эта реклама, сколько пришло подписчиков, стоимость подписчика, тема канала и так далее. Формат первой рекламы был подводка в виде кружков и сам мой рекламный пост. Она стоила 2 600 рублей, ко мне пришло за 24 часа 100 человек. В итоге, делая очень сложные математические вычисления, мы понимаем, что стоимость подписчика у данного канала 26 рублей. В целом, это очень неплохая стоимость, достаточно низкая и приятная. Аудитория у данного канала была 9 тысяч подписчиков. Тематика канала — личный блог студентки медицинского. То есть есть некоторые схождения по аудитории, например, на нее могут быть подписаны 11-классники, которые сдают химию, биологию, и, возможно, им интересно наблюдать за мной, к тому, что они тоже готовятся к этому, им интересно смотреть на результаты, где я готовлюсь на мой прогресс. То есть очень важно, чтобы аудитория в канале, в котором вы хотите прорекламироваться, совпадала с вашей. Вторая реклама была самой успешной. Она стоила 3 тысячи рублей, ко мне пришло всего 220 человек. Опять, производя очень сложные математические вычисления, мы понимаем, что стоимость подписчика в данном канале приблизительно 14 рублей. И это достаточно мало на самом деле. Прекрасная стоимость, приятная, и достаточно много человек активных пришло. Я думаю, что вы узнаете, что это за блогер, очень популярный блогер в химбиосфере. Да, это девочка, которая учится в 11 классе, рассказывает про свою подготовку к ЕГЭ, и количество подписчиков в ее Телеграм-канале составляет 27 тысяч. Третья реклама была самой неуспешной. Ко мне пришло всего 67 человек. Стоимость подписчика в данном канале оказалась самой высокой — 30 рублей. Аудитория в данном канале составляет 8 тысяч подписчиков, и это канал, если я не ошибаюсь, студентки высшей школы экономики. Как видите, на приход очень влияет количество подписчиков на канале, а также аудитория, которая там находится. Последняя реклама была успешной, но не столько, как вторая. Она стоила 3 тысячи рублей, ко мне пришло 125 человек. Стоимость подписчиков в данном Телеграм-канале 24 рубля. Общая аудитория у канала 17 тысяч подписчиков. И тематика этого канала — тоже личный блог, девочки, которые учатся в университете, ну и больше такая учебная тематика. В сумме за несколько дней ко мне пришло 512 человек. Я потратила всего 10 тысяч рублей. И стоимость одного подписчика составила 20 рублей, что является неплохой приятной ценой. Теперь я отвечу на ваши вопросы, которые вы задавали мне в Телеграм-канале. Ребята, я думаю, вы все знаете, что сейчас я активно готовлюсь к ЕГЭ. Если вы до сих пор не нашли онлайн-школу, в которой вы хотите взять марафон, возможно, интенсив перед ЕГЭшкой, то очень советую вам школу 100-бальный репетитор. Я оставлю вам ссылку на их бесплатные уроки. Ознакомьтесь, если вам понравится онлайн-школа, очень советую там заниматься. Сама занимаюсь уже второй год. Какие советы можешь дать тем, кто начинает развивать свой канал? Где брать аудиторию? Как ее набирать? Опять же, вы можете либо завести свой YouTube-канал и рассказывать там про свою учебу, возможно, снимать ролики на какие-либо отвлеченные темы и перегонять аудиторию. То есть в ролике упоминать о своем Телеграм-канале, рассказывать кратко, что может человек найти там, оставлять ссылку в описании, и так к вам тоже будут приходить люди. Просто главное не забывать напоминать об этом. Или же вы можете купить рекламу, например, у меня. Ссылку на свой Телеграм-канал я оставлю в описании. Также, когда вы достигнете определенного количества аудитории, вы можете предлагать взаимный пиар другим каналам. Не переживайте, если вам будут отказывать, это совершенно нормально. Такое бывает, люди сейчас разные. Бывают, иногда люди очень грубо общаются, и я тоже с таким сталкиваюсь. Встречаются отказы, то, что люди ведут себя не очень прилично, когда общаются. И сейчас я говорю не про то, что я боюсь отказов, или то, что я не люблю отказы. Отказы в нормальной человеческой форме озвучены. Это хорошо. А когда человек, ну, очень грубо общается, ну, это не очень приятно. И когда игнорируют, ну, фу. Что делать, если ты берешь рекламу у блогера, у которого за пару часов приходит по 50 человек, а к тебе после его рекламы приходит по 5-7 человек? Нужно проанализировать и аудиторию этого блогера. Как вы видите, приход подписчиков на мой канал тоже зависел очень сильно от аудитории канала и от количества подписчиков. Проанализировать, каков ваш канал. Он действительно хорошо оформлен, он качественный, он интересный, его интересно смотреть, читать и так далее. Но также подумайте на том, соответствует ли ваш рекламный пост тому, что человек найдет в вашем телеграм-канале. Как часто рекомендуешь делать взаимный пиар с другими каналами? Если делать взаимный пиар между людьми, например, там, у одного 300 человек, у другого 300 человек, то да, вы можете найти большое количество каналов, с которыми вы можете провести взаимный пиар, из-за чего у вас вся ваша лента превратится в этот взаимный пиар. Очень важно следить за своим контентом, развивать его. И, ну, в целом, наверное, да, делать взаимные пиары не так часто, но при этом выбирать интересные каналы с активной аудиторией, чтобы и вам было полезно делать этот взаимный пиар с другим человеком. И к этому человеку тоже пришло определенное количество людей. Посоветую, пожалуйста, как продвигать канал с нуля, сколько реклам брать, у кого их брать, какова их примерная стоимость. Стоимость, в целом, у ребят, которые готовятся к ЕГЭ, достаточно бюджетная, неплохая. И, в целом, за 2-3 тысячи вы можете получить уже первую сотню или две сотни подписчиков. С нуля. Поэтому, если вас будет интересовать реклама именно в моем телеграм-канале, вы можете написать мне, ну или же поспрашивать у других блогеров, которые готовятся к ЕГЭ и также подают рекламу. Как набрать активную аудиторию? Вам нужно соответствовать аудитории, которую вы хотите набрать. То есть, вам тоже нужно быть достаточно активным в канале, общаться, и тогда к вам потянутся, соответственно, такие же люди, которые тоже общительные, которым тоже нравится что-то обсуждать с вами. Таким образом, да, у вас появится активная аудитория. Как правильно выбрать блогера для рекламы? Я думаю, что тут вы прекрасно поняли по эксперименту. Важно посмотреть на его аудиторию, соответствует ли его аудитория вашей. Также стоит рассчитать бюджет, то есть, если у человека стоит реклама 6 тысяч, а с нее приходит 20 человек, ну, наверное, это не очень хорошая реклама, все же это достаточно дорого и неоправданно дорого. Ну и я думаю, что это в целом все советы, которым нужно придерживаться при выборе блогера для рекламы. Сколько зарабатываешь за счет телеграм-канала? За первый месяц, когда я только начала продавать свою рекламу, на самом деле я никогда не думала, что в телеграме я буду продавать рекламу, мне просто первый раз пишут, сколько у тебя стоит реклама? Я такая, а что? Реклама? Что это такое? В итоге я поставила первую цену 200 рублей, и за первый месяц, февраль, по-моему, это был прошлого года, я заработала 1200 рублей. Вот. Потом мой заработок составлял где-то 6 тысяч за несколько месяцев. Нет, то есть за один месяц я зарабатывала 6 тысяч, и так несколько месяцев. Неплохо. Ну, а как видите, сейчас я могу позволить себе рекламу за 10 тысяч купить. Вот. Поэтому выводы делайте сами. Если ваш вопрос построен из того, стоит ли заниматься телеграм-каналом, чтобы зарабатывать, если это единственная ваша цель и мотивация, то, скорее всего, нет. А если вы хотите делиться с людьми, делать им что-то полезное, возможно, и также продавать рекламу, то вперед, в телеграме можно неплохо зарабатывать на продаже рекламы. Как я начала вести свой телеграм-канал? Об этом я рассказывала в своем телеграм-канале, недавно в кружках. Но если кратко, то я просто выкладывала сюда полезные конспекты для ребят, которые сдают УГЭ. Им это было полезно, им это понравилось. Вот. За чего люди подписывались. И так я набрала где-то свою первую тысячу подписчиков. Потом шли взаимные пиары. А дальше я уже не помню, как так получилось, что нас с вами уже стало 6 тысяч. И я очень этому рада. Подробную историю, как я уже сказала, вы можете посмотреть в моем телеграме. Ссылка в описании. Сложно ли было набрать аудиторию, что можешь посоветовать новичкам в этом деле? Аудиторию было набрать несложно из-за того, что у меня канал был именно полезный. Именно для ребят, которые сдают УГЭ. Там содержалось большое количество конспектов, из-за чего на протяжении года большое количество ребят подписывалось. Если ваш канал не содержит полезных материалов, то есть нет некой мотивации у людей подписываться на вас, то вам стоит придумать что-то свое, что-то личное, зачем человек будет к вам тянуться. Это могут быть не только полезные материалы. Это может быть ваша интересная подача, ваши эстетичные фотографии, красивое оформление и так далее. Подумайте о том, чем вы будете выделяться от других людей. Поверьте, если вы придумаете что-то стоящее, что-то интересное, люди к вам потянутся. Какие онлайн-школы и как часто берут у тебя рекламу? Ну, я думаю, что вы это в целом можете заметить по телеграм-каналу. В сентябре мы неплохо так сотрудничали с Соткой. Прекрасная онлайн-школа. В плане общения по рекламе все просто восстанительно. Также мы сотрудничали с ЕГЭЛэндом. Мне предлагали не рекламу, а а амбассадорство. Многие онлайн-школы будут об этом говорить. Вот уже это некая конфиденциальность, я думаю. Но в основном у меня рекламу берут репетиторы. Спасибо им огромное за это. Сколько в целом ты потратила на рекламу? В этом видео я потратила 10 600. А так я не очень часто беру рекламу. И чаще всего она не очень дорогая. Поэтому да немного, наверное, в районе 15 000, если считать с этим роликом. Как правильно ставить цену за рекламу в канале? Вот мне очень понравился один пост. Читала у девушки видео от канал про красоту, про бьюти, про косметику и так далее. Она сказала, что можно ставить из расчета 1000 просмотров в день 1000 рублей. Да, так можно ставить, но, например, если у вас в какой-то момент станет 6000 просмотров, что брать 6000 за рекламу? Ну, в целом логично. Все же я думаю, что если у вас 1000, 2000 подписчиков, 1000 рублей за рекламу в целом будет неплохим вариантом. Также вы можете добавлять различные дополнительные плюшки, например, 100 рублей за кружок, 100 рублей за напоминание и так далее. Короче, это думайте, комбинируйте. Можете делать некую статистику, когда у вас берут рекламу, когда она сколько стоит, там, мало или много. Но логично, что если у вас будет стоить реклама 200 рублей, а от вас будут приходить по 100 человек, у вас будет там запись до сентября. Важно понимать, что ваш труд тоже должен быть оплачен, он должен цениться. Поэтому все же думайте, чтобы реклама стоила действительно немало, потому что иначе будет большое количество желающих воспользоваться этим. Но также сильно не завышайте цену, потому что если у вас там будет 500 подписчиков, будет приходить по 12 людей с поста, а реклама будет стоить 2000, ну, тоже как-то многовато, и вряд ли большое количество людей изъявит желание купить такую рекламу. Это все, что я хотела сегодня вам рассказать, что я, во-первых, хочу вам пожелать. Если вы решили завести свой стадий-блог, начинайте, у вас обязательно все получится, потому что главное не сдаваться, главное продолжать развивать свой канал, общаться с аудиторией, поддерживать теплые отношения, потому что подписчики — это самое лучшее, что у вас есть. Я очень рада, что в какой-то момент я решила начать вести свой канал. Ко мне пришло большое количество людей, и теперь я могу вот так вот рассказывать вам, как вам начать вести свой канал. Во-первых, хочу сказать большое спасибо подписчикам, что подписываетесь на мой канал. Если вы впервые меня видите, то тоже, пожалуйста, подпишитесь на мой канал. Я буду рада видеть вас здесь еще раз. Подписывайтесь на мой Телеграм-канал, там весело. У нас там уже 6 тысяч... Давайте добьем 7 тысяч — прекрасное число. Если вы все-таки решили создать стадий-блог, создавайте, у вас все получится. Я в вас верю. Если что-то нужно будет подсказать по рекламе, обращайтесь, пишите в личку. Если у вас просто возникнут какие-то вопросы, тоже пишите в личку, я вам обязательно отвечу. Большое спасибо за просмотр. Всем пока! Удачи!